Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мама сразу ахнет Мишерой зашуршит Папе выпить разрешит Спасибо Спасибо Это что такое, а? Ну а что, ты не можешь этот вопрос решить? Эй! Подожди, 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 ты куда пошел? Нет, ты должен этот вопрос решить там! А там дешевле! Денег жалко! Здравствуй, дружок! Это не ты потерял? Держи, держи! И ничего не бойся! Ну-ка, вставай! Вставай, вставай, вставай! О! Вот молодец! А где твои родители? Я понял! Сегодня же воскресенье! Пойдем! А у тебя дома елочка-то есть? Да! Пойдем! Выберем самую пушистую, самую красивую елочку! Пойдем! Пойдем, пойдем! Антик! Пап, ну что опять? Нам елку надо купить! Понял! Мы должны ехать! У меня важная встреча! Пап, ты мне помог! Спасибо вам огромное! Мы должны идти, сынок, пошли! Ну, мама же ждет! Он в магазин как! Пошли, сынок! Пошли! Давайте наймем гастарбайтеров! И быстрее сделаем! И дешевле! Так мы никогда объекты сдадим! Сами себе проблемы создадим! Папа работает на стройке! И тебе еще раз повторяй! Никаких гастарбайтеров! Знаешь почему? Почему? Потому что сейчас праздники! Новый год! Он тут самый главный! Его все боятся! Частные люди! У которых дома никого нету! У которых денег на обратный путь тоже нету! А мне тут скучно! Я все сказал! Чтобы сдали объект вовремя! Сроки и качественно! И меня не волнует как! Понятно? Антипа! Поехали! И елку мы опять не успели купить! Пап, ну я уже два часа жду! Ну, извини! Только чур я впереди! Ну, ладно, хорошо! Давай, поехали! А то мама ругается, ждет! Магазин еще заехать надо! Давай! Ой, я совсем забыл! Еще у меня есть дядя Тим! Он брат моего папы! Он очень смешной и умный! Он придумывает очень нужные и интересные изобретения И сам их продает на новогодней ярмарке около нашего дома А что в лоточке? От пятисот до тысячи! А у больших самых какой размер? А что, чтобы вы ждете? Нет, это автоматическое приспособление для тушения новогодней елки! Вот! Работает без отказа! Всего четыреста девяносто девять рублей, и ваша новогодняя ночь не станет последней! Хотите? Могу показать, как работает! Зажигалки не будет у вас? Допустим, ваша елка загорелась! Загорелась, да? Вот! Ничего страшного, сейчас заработает! Чего-то не работает! Ой! Ух ты! Извини, брат, извините! Так и простудиться не долго! Спасибо! А в Новый год болеть нельзя! Плохая примета! Спасибо! Сейчас я вернусь! Угу! Папа, а мы на нашу еле огоньки повесим? Повесим! Повесим! Только дома! Хорошо? У меня на это нет ни времени, ни сил! Да у тебя и купить елку! Нет ни сил, ни времени! Купим, купим! Только позже! Антип, пошли! Пошли! Заходи! Привет! Привет, любимая! Не прошло и года, что пули свистели над головой! Я вас ждала больше двух часов! Два часа ждала, одета? Да! Мне тебя очень жаль, извини! Себя пожалею! Я, в отличие от некоторых, не позволяю себе опаздывать! Мам, привет! Привет, родной мой! Ты меня прости, Бога ради! Я больше всего в жизни не люблю догонять и ждать! Да! Хотя догонять, пожалуй, что поинтересней! Черт! Мам, слушай, а я Деда Мороза видел! Настоящего! Он меня спас! Ты никому не рассказывай эту историю до того, как я вернусь! Хорошо? А это будет очень скоро! Ты заснешь, проснешься, и я уже буду дома! Целую! Угу! Всего доброго, Андрюша! А мы тебе любимого сама купили! Угу! Терпеть не могу сама! Он ест всякую дрянь! Ну, да! И кое-кого мне этим напоминает! Пока! 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 Вот так вот! Вот вам чай горячий! Спасибо! Ой! Это вам! Спасибо! Спасибо! Пожалуйста! Вы такое смешные! Молодец! Молодец! Тапки! Хорошо, пап! Иди отдохни, я на кухне буду, позову. Ладно, ладно, сейчас иду. Мои папа и мама все время ссорятся. Я пытался с ними поговорить, убедить их не делать этого, но они меня не слушаются. И вообще, у них на меня нет времени. Так-так, Дед Мороз халявит. Ой, дядя Аш, чай, спасибо. Какой вы все-таки заботливый мужчина. Возьмите меня замуж. Я бы с удовольствием. Если тебя не смущает разница в возрасте, в тридцать с хвостиком. И борода, которая мешает целоваться. Не смущает. Это, наверное, забавно быть женой Деда Мороза. Как вы думаете, отец бы это одобрил? Ну, а как же, конечно, одобрил бы. Мы с ним лучшие друзья были. Да. А что это за молодой погорелец-то у тебя, а? Я ведь все увидел. Да так. Очень милый парень. Вы лучше расскажите, как ваши успехи, елочный король. Сегодня мои елочки много здешних домов согреют. На редкость удачный день. На редкость. Перед Новым годом всегда какое-то такое необычное ощущение. Вот, казалось бы, за шестьдесят. Угумонился бы, а я все еще сказке верю. Вот одену этот костюм, и все вокруг начинает играть радугой, цветами разными. Как будто в детство возвращаюсь. Надо вам подарить сачок и шортики. Будете бегать, снежинки ловить. Все-таки хихеньки да хаханьки. Глупая девчонка. Кто в сказки не верит, тому в жизни чудес не хватает. Ой-ой-ой, я верю, верю. Ну, просто вы такой смешной в этой бороде. Еще так забавно разговариваете. Слушай, оставь мою бороду в покое. Я же все-таки дед Марвелс. Как ударю по схам. Не надо, не надо, то пол проломите. Вы лучше скажите, когда вы себе елочку возьмете. А то какая сказка без елки, а? Дядя Яш, ну мне пора, пора. Вы чего? Я вас обидел. Дядя Яш, простите меня, пожалуйста. Новогодняя елка нужна тому, у кого есть семья. А я свою семью потерял. Мне не нужна елка. Украшают город, новогодние огни. Город спит давно, и мы на улице одни. Живучий какой. Ай, Антипа! Я тут без тебя и не справлюсь. Моя мама работает в больнице. Она врач. Она спасает детей, которые постоянно попадают в полынью на нашем катке. Этот прорыв в центре катка никак не может замерзнуть. И все туда падают. Они что, до сих пор не оградили эту полынью? Да не говорите. За сегодня это уже третий. Давайте в процедурную. Быстро. Начинайте без меня, я сейчас. Аккуратнее. Мой мальчик, Петенька. Вы не волнуйтесь, с ним будет все в порядке. Только в следующий раз не отпускайте своего ребенка без присмотра. Меня поражают такие родители. Хорошо, что он не утонул вообще. Михаила Александровича срочно позовите. Хорошо. Новый год, знаешь, вообще дело нелегкое. Не волнуйся. Все будет хорошо, а никто не увидит, что я езжу на твоей карете. Да? Тим. Миша. Ну, напомни мне еще раз эти расценки. Не могу я запомнить это все. Ну, ни фига себе, а. Тим, ты чего издеваешься, а? Да, да. Давай. Ладно, мягкой посадки. Много не пей. Удачи. Ага. Ну все, пока. Ну что, зверюги, не надо есть мою шапку. И с какой стороны к вам подходить-то вообще? Так. Ну, ты готов? Ты меня пугаешь, папа. Мама ушла на дежурство, поэтому на кухне хозяйничает папа. А-а-а! Что это было? Я инженер-строитель, а не повар. Вот жена, а ее любовник. Вот я сейчас ничего не понял. Мы ужинать-то будем? Да будем, будем. На, хлопи и ужинай. А разве это не завтрак? Завтрак будет завтра. А сейчас-то ужин, так что иди и мне еще работы много надо. Ну, не расстраивайся так, пап. Ты же не знал, что курицу так скрутят после жарки. Это сом. Тем более. Ладно, я вам себя поем, окей? А ты поработаешь. Ты же это любишь? Пока. Приехали. Спасибо. Прошу вас. С наступающим. Лошадки. Лошадки, лошадки. Слушай, ну давай покатаемся, а? Ну, пожалуйста. Нет, не сейчас. Ну, у тебя всегда нет времени. Ты опять опаздываешь? Понятно. Слушай, а хочешь, я тебе подарю ночную поездку по городу на санях? А сам присоединюсь к тебе завтра. Ты предлагаешь мне кататься до завтра? А почему бы нет? Может, проще сразу деньгами предложить? Я тебя обожаю. Ладно. Пока. Пока. Мой папа работает постоянно и даже дома. Запирается у себя в кабинете и работает. Смотри, еще веточка. Давай вот эту возьмем. Смотри, какая. Ой, мам, смотри, какая веточка. Красивая. Красивая. И даже в этот час тут проходит мимо нас. Смотри, Дед Мороз. Подойди ко мне тот час, я вам елочку припас. Дед Мороз. Проходите, мои дорогие. Проходите. Вот так. Вот тебе елочка. Елочка. Спасибо. Пожалуйста. Ну, пойдем. Я тебе подарок сделаю. Вот. Спасибо. Вот. Спасибо. И вас тоже. С наступающим. С наступающим вас Новым Годом. С Новым Годом. И вас тоже. С наступающим. Ну, вот. Ни прогулки, ни денег. Неужели все мужчины такие? Морозно сегодня. Ты что ж делаешь, а? Эй! Парень, поднимай. Давай не будем кушать, давай не будем. Я понимаю, Новый Год. Не надо кушать дьяволки с елок. Послушайте, не обращайте внимания. Обычный я быстрый и ловкий. Тихо. Извините за вашу елку. Вот компенсация. Не надо, у меня свое есть. Знаешь что? Ты лучше барышню покатай. Вон она, как мои фрукты защищала. Это вы? Добрый вечер. Добрый. Поедете? Поеду. Садитесь. А можно я с вами рядом? Да. Поможете? Да. С наступающим. С годом. Добрый вечер. О, здравствуй, дружок. Ты что это один такой поздний час-то, а? Ну, я… Постой, постой, постой. А ведь я тебя знаю. Мы уже видели сегодня. Вы меня спасли. Это я не тебя спас, а твою людянку. А где ж твой целеустремленный папа? Или мама? Ты почему один? Мама работает на работе. А папа работает дома. Вот я и один. Понятно. Ну, вообще-то я к вам по делу. У вас найдется немного времени. Конечно. Конечно. Для тебя обязательно. Я вижу, дело-то важное, да? Да. Очень. Понятно. Ну, хорошо. Давай. Давай присядем. Вот так вот. Садись. А я рядышком с тобой. Ну, рассказывай. Ну, рассказывай. Мне надо вам задать один вопрос, но только не обижайтесь. Хорошо. Вы настоящий Дед Мороз? Простите, но мне очень важно это знать, потому что мне больше помочь некому. А что случилось-то? Ну, понимаете, это в двух словах не расскажешь. Понимаю. Пойдем-ка ко мне в мой домик. Там тепло. Посидим. Чайку горяченькую попьем. И ты мне все расскажешь. Пойдем. А разве Деда Мороза пьют горячий чай? А как же? Конечно, пьют. И горячий, и холодный пьют. Пойдем. Пойдем. Попьем чайку. Согреемся. Эх ты. Пойдем, пойдем. Ой, мы приехали. Ну, я пойду. Угу. 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 Можно? А! Спасибо. Спасибо. Ну, пока. Пока. Ой, какой же я тормоз. Я же не спросил даже, как ее зовут. Ай, и теперь они могут часами шипеть друг над другом. Ну, а если видят, что я слышу, притворяются мирными и покупают мне новую игрушку. Поначалу мне это нравилось, конечно, но хоть не семь лет. Я не дурак. Ну да, ну да, да. Послушай, Антипа, а где твой дедушка с бабушкой? Обычно в такой ситуации они первые помощники. Если я пришел к тебе за помощью, значит, больше мне никто помочь не может. Понятно. Бабушка умерла, когда я был маленьким, а дедушка где-то путешествует. Да что ты говоришь? Я вообще его никогда не видел. Родители не любят о нем говорить. Я так и не могу понять. Почему? Так ты поможешь? Мне одному-то трудно будет, Антип. Помощник нужен. Я готов. Очень хорошо. Я этому очень рад. Но все-таки лучше, когда взрослый человек. Авторитет, так сказать. Дедушка, конечно, бы очень подошел. Да, вот и я думаю про авторитет. Я… Я пчелка, 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 я маленькая пчелка. И устали не зная, я каждый день тружусь. Я пчелка, 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 я маленькая пчелка. Пчелка, цветочка на цветочек, слетаю и жужжу. Слетаю и жужжу. Да, дедушка Мороз слушает. Пчелка моя, я скоро приду. Так ты сама открой. У тебя же свои ключи есть. На, внимая, обнимаю тебя. Пчелка? А, ну да. Антеп, дедушка Мороз со всеми дружит. И с насекомыми тоже дружит. Зимой и дает им ключи. Какие ключи? А, так это ж маленькие такие ключики. Маленькие, чтобы улей открыть. Послушай, Антипа, уже поздно. Родители, наверное, тебя ищут. Вот что, приходи-ка ко мне завтра. А? Мы с тобой разработаем стратегический план. Договорились? Угу. Хорошо. Ну вот, давай я тебя провожу. Пойдем. В этом году смогу и без собаки обойтись. Так. Дорогой деда Мороза. Пойдем. 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 Вам. Пойдем. Дедушка. Пойдем. Дедушка. дедушки. Так, пол первого ночи, я думал, мой сын спит, а тут просто мастерская Кирилла и Мефодия. Так, а это что такое? Ты когда успел альбом стачить? Я целый вечер был в кабинете, а? Пап, слушай, а у тебя нет адреса там или телефона дедушки? Не было, нет и не будет. Все, мы эту тему исчерпали. Давай ложись спать, завтра тебе придется убрать этот беспорядок. Давай, через пять минут проверю. Давай, пока, Папа. Ан-ти-па. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, ты что? АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово. Ну, здорово, здорово, здорово. Я тут проезжал мимо. Ага. Дай, думаю, зайду на огонек. Заш, у тебя есть чай горячий? Я заверз, как собак. Ты знаешь, здесь чай по талонам подают. Да, ты успел заработать на чай, а? Костюмчик у тебя очень многообещающий. Мне нравится. Ты про деньги опять? Я-то думал, это дом брата моего, а не чайный ресторан. Ну, ладно. А костюмчик у меня очень даже ничего. Да ладно, ладно, не обижайся. У меня просто сегодня был очень тяжелый день. Знаешь, объект сдать никак не можем. Затык за затыком. Вот в этом году мы его точно не успеем. Не успеете? Нет. Да что ж ты будешь делать? Ладно, проехали. Ну что, где там твой чай? Ну где, где? На кухне, где? Давай, наличными плачу. Ну что, как торговля изобретениями сегодня? Отлично. Что, так хорошо расходятся? Не то слово. Горят просто. А ты че такой хмурый-то сегодня? Неужели из-за работы? Да нет, с Фимой поссорился. А вы что, мирились? Давай сейчас не иронизировать. Это не тема для шуток, хорошо? Я вообще не понимаю, как наши лампочки не перегорают. Между нами такое напряжение. Антипка. Че, это видит и слышит? Ну, мы пытаемся скрыть, но... шило в мешке не утаешь. Да. Чего вам не хватает-то? Сын умница, работа интересная, денег куча. Главное, вы же любите друг друга. Ну, это уже прошлое, но сейчас-то больше на ненависть похоже. Мы почти не разговариваем. Слушай, ну так же нельзя. Что ж дальше-то будет? О, Тимоха, Тимоха. Развод, Тимоха, развод. Папа. А это правда? Я говорю, правда, мне некого больше ставить, некого. К тому же, вы моя докторантка, так что в вашу очередь дежурим. Я предупреждала за месяц, за месяц, что я не могу Новый год. Я любой другой праздник могу. Восьмой марта, любой. Я не могу Новый год. У меня семилетний ребенок. Симочка, ну прости. Я тебе не враг. И ребенку твоему тоже не враг. Ну, что мне делать? Петр Наумович заболел. Ты знаешь. Практикантка это, как ее? Света. Света. Цветкова. Цветкова. Ну, что она сможет сделать, если случится что-нибудь серьезное? Сама понимаешь? Я улетаю к матери. Пять лет собирался. Вот дежурство в Новогодний не давали. Ну, я не могу. Я обещала ребенку сказку, праздник. Я обещала, он будет ждать. Я не могу. Еночка, ты меня прости, конечно, так получилось. Но все мы тут в курсе. Про их с Андрюхой раздоров. Бери своего цыпленка и к нам сюда на Новый год. Заодно и дежуришь. А что, Палыч будет, девчонки? Ну, и Семен, конечно. Ну, Семен, это да. Он давно на тебе глаз положил. И, Мачка, все будет хорошо. Жизнь продолжается. Так что, бери парня и к нам. Поняла? Поняла. Все. Папа, ответь, пожалуйста, только правду. Здорово, Антипка. А ты видел, на чем я к вам приехал? Да, знаешь, сын, у взрослых не все так просто. И объяснить вот такие вещи просто невозможно. И... Я задал тебе простой вопрос. Ответь только да или нет. И ничего не надо объяснять. Ну,ucci. Я могу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты понимаешь, старик, когда люди не хотят быть вместе, сделать с этим уже ничего нельзя. Хуже, когда вот хотят и не могут. В том-то и дело, что они хотят. Они хотят, но не могут. Я же знаю, я же их сын. Так бывает, наверное. Но я не знаю, что с этим делать. Понимаешь? По возрасту не тяну, что ли. Но в крайнем случае нужен авторитет. Вот ты можешь помочь? Ух. Честно говоря, сомневаюсь. Я так и знал. Я-то мало похожу на авторитет. Я себе не могу помочь, если говорить объективно. Ну, ты, конечно, тоже не знаешь, как дедушку найти. Нет. А зачем тебе? Странно, что вы его не ищете. Всегда меняете тему, когда я начинаю об этом говорить. Или вообще запрещаете мне об этом спрашивать. Что произошло-то? Я член этой семьи и имею право знать. А вы не думали, что ему вообще помощь нужна? Может, он заболел? Или того хуже. Так, старик, давай договоримся. На эту тему мы больше не разговариваем. Хорошо? А он мог бы нам помочь. Не исключено. Но его сейчас здесь нет. Хотя было бы неплохо. Но он мне нужен. Ну, хотя не совсем мне. Хотя нет. Мне. Короче, он бы помог. Ладно. Давай-ка спать. Ложись. Два часа уже. Давай. А я пойду покатаюсь еще. На. Улегся. Все. Спокойной ночи, дядя Тим. Спокойной ночи. Пускай тебе приснится большой розовый слон. И тебе тоже. Спи. Это что это за посылка? Ну, дядь Яша, это не посылка. Это подарок. Да? Ну, я же вам рассказывала. А. Ну, что вы думаете? Я за него еще не расплатилась. Как не расплатилась? Ну, представляете, продавец. Так. Любезно согласился подождать до завтра. Ну, правда, мне пришлось влезть в долги перед Новым годом, но мне кажется, что он обязательно тоже подарит мне что-то особенное. Слушай, это настоящий французский коньяк. Одна бутылка стоит приличный цветной телевизор. Ну, конечно. Мне его прислали прямо из Франции по спидзаказу. Да. Представляете, в каком он будет в восторге. Ну, так еще бы. Если правда он сумеет оценить твои порывы. Он вам не нравится, да? Ах, пчелка, пчелка. Я обещал твоему отцу беречь тебя. И я очень не хочу, чтобы ты снова плакала. Дядя Яша, в январе он обязательно разведется. И следующий Новый год мы будем встречать вместе, как законные супруги. Он не обещал. Ну, хорошо, хоть обещал. Вы представляете, на Новый год он заказал столик в очень дорогом ресторане. Но сначала мы встретимся в баре. Я прям сгораю от нетерпения. Мне так интересно, что он мне подарит. Постой, постой. А как же семья? Они что будут праздновать не вместе? Ну, его жена и дети уедут к родственникам. Дядя Яша, ну, он меня правда любит. Да верю, верю, верю. Хотя, знаете, я сегодня так удивительно провела время. Прям как в сказке. Это с кем ты провела время-то, а? Да ладно? Этого не расскажешь. Ой, девочка, девочка моя. Я очень-очень не хочу, чтобы тебе было больно. Ну, подумай, пожалуйста, подумай, взвесь еще раз. Ну, я прошу тебя. Ну, дядя Яша. Ну, что дядя Яша, дядя Яша? Я терпеть не могу весы. Это ваша семья? Что? На фотографии. Ваша семья? Да, семья. Ваша семья? Ну, что, я терпеть? Удачи. Ну, конечно же. Ну, что, я хочу разобраться. Ваша семья? Ну, что, я не хочу. Ну, я хочу. Ваша семья? Ну, я хочу. Тихо, дождем, будто во сне, с каждым часом уходят за... Цыплёнок, пора вставать. Встаём, встаём. Доброе утро, цыплёнок. Высыпаемся, пора вставать. Мам, слушай, может, на ярмарку сегодня сходим, а? Ёлочку купим. Хитрюшка. Ёлочка, по-моему, не главная твоя цель. Ты его прочитала? Да ну нет, конечно. На, держи. Давай встаём, одеваемся, а то опоздаем в школу на ёлку. Мам, слушай, ну так как, а? Пока я не высплюсь, я не человек. Встаём. Привет. Привет. Судя по количеству грязной посуды, ты мне рад. Ну, я всю ночь работал. Да, это заметно. Ну, вы чего это? С утра, что ли, начинаете, а? Ну-ка, марш умываться. Мам, ну это всё же так просто. Это вы всё усложняете. Ты чего маму не слушаешь? Давай. Браво. Хоть в чём-то вы заодно. Ты знаешь, о чём Антипа написал Деду Морозу? Понятия не имею, но ему пора объяснить, что никакого Деда Мороза нет. Он уже большой мальчик, вон какие фортеля выкидывает. Если ты забыл, то ребёнку всего-то семь лет. И то, что он до сих пор верит в Деда Мороза, это огромное счастье. Не все же такие, как ты. Я бы попросил, дорогая. Да, пожалуйста. У меня дежурство в новогоднюю ночь. Ага. Что? Дежурство, говорю, у меня в новогоднюю ночь. Да, цемент уже привезли. Хорошо. Да. Я бы и сама попросила, только чтоб тебя не видеть. До встречи. Ну, давай разведёмся. Прямо сейчас. Это ты мне? Тебе, тебе, тебе. Отлично. Давай, только я высплю сначала. Можно? Отлично. Мама и папа собираются разводиться. Надо срочно что-то делать. И мне кажется, я знаю, что. Мама и папа собираются. Здравствуйте. Добрый день. Я принесла, как обещала. Хорошо. Я пересчитаю работу? Конечно. Я подожду. Он, наверное, большой ценитель. На тот, для кого мы делали спецзаказ. Да, конечно. И наверняка очень вас любит. Да. Мы собираемся пожениться. Поздравляю. Спасибо. До свидания. Счастливо. Елка пахнет не росой и медом, елка пахнет Новым Годом. Ну куда же ты? Налетайте, разбирайте, дом свой скажет. Куда же ты? Куда же ты? Ой, Антип, здравствуйте. Вот. Что это такое? В конверте инструкция, а в пакете заправочное топливо. Что ты говоришь? А это что? Это письмо с моим желанием к Новому Году. А-а-а. Понятно. А что? Ты меня вчера спрашивал про помощника. Да. Вот там есть фото. Понятно. А это что? А это? Раз ты пьешь чай, то и бутерброды, наверное, ешь. Пчелки тебе такое не приготовят. Я сам сделаю. Спасибо, Антипушка. Здравствуйте, дедушка Марыч. Здравствуйте, здравствуйте. Это моя мама. Я уж догадался. А нам бы елочку, вот, самую пушистую. Конечно, конечно. А вы счастливая. Смотрите, какой сын-то у вас. Антипка, какая мама у тебя красивая. А-а-а. Сегодня у нас новогоднее предложение. Тем, кто купит елочку Деда Мороза, специальный приз. Фотографию в подарок. А вы счастливые. Ну да, конечно. Ну, проходите, 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 мои дорогие, проходите. Спасибо. Ну, что? Положение критическое. А ты что? Собираются разводиться. Что ты говоришь? Боюсь, не успеем мы до Нового года. Надо посоветоваться. Я не могу просто сидеть и ждать. Цыпленочек, мне нужна твоя помощь. Цыпленочек, это хорошо. Ладно, хоть не пчелка. А-а-а. Вот это елочка. А-а-а. Ох, молодцы. Какую елочку-то выбрали. А-а-а. Держи, Антипушка. Спасибо. Держи, мои хорошие. Сейчас мы снимочек сделаем. Фотографию. Ну, давайте. Вот так. Ой-ой-ой, подержите, пожалуйста. У меня телефон. Смотри, сейчас проявляться будет. А-а-а. Видишь? Вот, вот. Ты и мама. Катюш, привет. Все, бежим. Подожди сейчас секундочку. Сколько мы вам должны? Пятьсот рублей. Ага. Сейчас. Вот, спасибо. Вот, спасибо, мои хорошие. Катюш, Катюш, прости, что задержались. Мы бежим. Пойдем, пойдем. Спасибо. Елочку отложите, мы вечером заберем. До свидания. Вам спасибо. Здоровится вам. Вот, молодцы. Вот, хорошо. Ага. Ох ты, фотографию-то забыли. Вот беда-то какая, а. Господа, обратите внимание. Первая в мире надувная подушка безопасности для тела. Для чего она нужна? Например, ваш ребенок, не дай бог, конечно, упал в воду. Ничего страшного. Подушка безопасности превращается в спасательный круг. Давай, целую. Завтра звоните. Холодно от меня. Ребенок замерз. Ну что, замерз? Неа. На, подержи. А че шарф развязался, а? Ну, а че вы там говорили? С Дедом Морозом я все видела. Мамуль, ну это секрет, понимаешь? И ни за какие сокровища мира ты мне его не расскажешь, да? Ну почему же? Кое-что я могу для тебя сделать. Ноги не замерзли? Неа. И что я должна сделать? Обещай, что помиришься с папой. Пойдем. Или, к примеру, упала ваша бабушка с лестницы. Ну, не ваша конкретно. Ну, просто упала бабушка с лестницы. Не беда. Подушка безопасности защищает ее. Итак, внимание. Оступите, пожалуйста. Ой, осторожно. Видите, нужна. И… Оп! Минуточку. Сейчас. Как вы могли видеть, это очень просто. И, наконец, самое главное, вы можете учиться кататься на коньках вместе с этой подушкой в опасности. И никакая полынья. Вам не страшно. А мы и не ссорились. Нет, ссорились. Понимаешь, родной, все не так просто. Помирились. Все склеилось. И как новенькое. Так не бывает. Разве что в сказках. Так, есть установка. Закончить пятый объект и по домам. Так, извини. Алло. Да. Я… Фим, какая елка? Я на работе. Фим, Фим, у меня еще очень много встреч. Хорошо, хорошо. Я заберу елку. Хорошо. Все. Пока. Давай. Давай. Что, начальник, плохо дело? Да ладно. Ну, ты, если чего, так приходи. Хорошо, Иваныч. Готовь кой-ка место. Приобретайте подушку безопасности в наших кассах. Всего за четыреста девяносто девять рублей. А можно посмотреть? Да, пожалуйста. Нравится? Простите. Простите, пожалуйста. Подождите. Подожди. Ах! Здравствуйте. Здравствуйте. Простите мне мой смех. Вам больно? А! Подумаешь. Пару ребер переломал. Я привык, когда я вас вижу. Со мной все время что-нибудь происходит. В чем вы меня обвиняете? Вас? Вы крадете… Вы крадете мою ловкость. Я? Да. Куда вы ее прячете? Аккуратно. Вот у вас сейчас закружится голова. Вы упадете, а виновата буду я. Да? Да? Совершенно верно. Я не говорила. Лёля! Возвращаю вам вашу ловкость. Спасибо. До встречи. До свидания. Лёля, я здесь. Иду. Значит, Лёля. Лёля. Ну что, пойдем к машине? Угу. – Фим! – О! – Вы еще здесь, да? – А вот и наш папа. – Привет, пап. – Привет. – Привет. – Да? Ну что? – Пойдем за елкой? – Ага. – Пошли. – Пойдем, только быстро. – Две минуты можно подождать? – Я занят очень, понимаешь? – А гостишок нам расскажет, дети… – А гостишок нам расскажет… Сейчас человек освободится. Какая наша елка? Покажи. Давайте поскорей. Очень холодная. По-моему, это… Молодец, Катенька, молодец. Ну что, сударыня, забрали елочку-то? Вы простите Бога ради, муж очень торопился, он елку забрал. Но мы уже платили. Как я хочу, чтоб вы счастливы были. А то все, спешим, спешим куда-то. – Спасибо. – Спасибо вам. – Всего доброго. – С наступающим Новым годом. – Спасибо. – До свидания. Странный какой Дед Мороз. По-моему, больше похож на Папу Римского. Ну, не знаю. По-моему, он классный. – До свидания. – До свидания. Дай, пожалуйста, пакетик. Пакетик? На, держи. А ты не в курсе? А типа все время ходит к этому Деду Морозу на ярмарку. По-моему, они знакомые. Причем давно. Да нет. А когда они успели познакомиться? Сегодня только второй день там был. Не знаю. У меня ощущение, что они давно знакомы. И вообще, он какой-то странный. – Это Дед Мороз. – Тебе дай волю. Тебе дай волю. Ты всех начнешь подозревать. Так, а что я сейчас такого сказала? Скажи, пожалуйста, я хотела поделиться своими мыслями. Фим, ничего ты не сказала. Все нормально. А что ты сейчас заводишься? Я спокоен, Фим. Я спокоен, ладно? Ты спокоен? Ты когда-нибудь бываешь вообще спокоен? Фимочка, все хорошо. Давай сейчас займемся делом. Ладно? Все нормально. Не надо. Сейчас устраивают скандалы. Ничего не надо. Хорошо? Я сейчас скандал устраиваю. Ну, а кто? Кто сейчас устраивает скандалы? По-моему, ты мне говоришь какие-то глупости. Нет, я спокоен. Я очень спокоен. Я не знаю, какой ты спокоен. Ты всегда спокоен. Фимочка, давай сейчас не будем. Ведь Новый год скоро. Вот видите, они опять ссорятся. Я устраиваю. Всегда я только устраиваю чего-то. Ты спокойный. Я спокойный человек. Самый спокойный человек. Тем не менее, ты продолжаешь на меня орать. Я на тебя ору. Это ты на меня орешь. Ну, где же дедушка Мороз? Он же обещал мне помочь. Дядя Яша, ну как я вам? Ой, элегантно. Ну, я серьезно. Я на полном серьезе говорю. Слушай, ты знаешь, сюда подошел бы газовый шарф, цвета морской волны, лаковые туфли на высоком каблуке. Может быть, вы мне, господин кутюрье, все это купите? Может быть. У меня есть только бабушкины маленькие и плоток. Ну, это для работы. А действительно, здесь бы такой шарф, 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 широкий шарф, высокий каблук. Это было потрясающе. Я не понимаю, но я так нервничаю. Я сняла все украшения. И чувствую себя голой. Слушай, а если тебе одеть серьги? Помнишь, я подарил тебе на дни рождения? Они тебе очень и не дут. А к этому платью особенно подошли бы. А если он мне подарит сережки? Тогда ты элегантно снимешь мои серьги и оденешь те, которые он тебе подарит. Да. А что это такое? Что? Деду Морозу. Любовное послание. Я исключил, да. Да, судя по почву, это от моего большого друга. Да, так и есть. Дорогой Дед Мороз, помири, пожалуйста, маму и папу. Если нужен авторитет, вот фотографии дедушки, пусть он тебе поможет. Найди его. Я живу. Улица Строителей, дом три… Тринадцать. Антипа. Что-что? Дядя Яш, дядя Яш, что с вами? Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Доброе утро! Антипка. Все в порядке? Горячий. А должен быть холодный. Да, ты явно сегодня не в форме. Может, пару таблеток у мамы свистнуть? Могу принести мои, желтые. Самые любимые. Вот. Совсем другое дело. Ладно. Не хочется вываливать на тебя все проблемы сразу, но ты говорил про стратегический план. Я готов. Ты как? Ага. Да, я тоже готов. Ну-ка, садись. Вот так. Вот сюда поближе. Ага. Понимаешь, Антип, жизнь очень сложная штука. И не всегда сказка побеждает зло, которое люди создают себе сами. У меня был один знакомый, такой же Дед Мороз, как и я. Так вот, однажды он попал в такую же ситуацию, как твой папа. У меня была красавица-жена. Было двое прекрасных сыновей. Они очень любили друг друга. Радовались местью с жизнью и думали, что так будет всегда. Но вот однажды, однажды что-то надломилось у них. В их отношениях произошла какая-то трещина. Ее нельзя было увидеть глазом. Нельзя было наложить бинт, гипс. Ее нельзя было склеить, понимаешь? И вот через эту трещину, как будто ушло все счастье из дома. Они перестали понимать друг друга. Дошло до того, что им было трудно находиться вдвоем в одной комнате. Они ссорились, ссорились. И кончилось тем, что он просто ушел из дома. Уехал на север. А как же сыновья? Он что, и их бросил? С тех пор он их больше никогда не видел. Вот этого он никогда себе не простит. Ты думаешь, мой папа сделает то же самое? Ну, будем надеяться, что нет. Но нам надо очень постараться. Очень постараться, чтобы этого не произошло. Понимаешь? А я о чем? Давай уже начнем стараться скорее. Делать-то что? А вот что. Знаешь, твой папа в детстве собирал марки. Вот. И у него в коллекции не хватало одной марки. Гваделупы. Да. В свое время это была очень редкая марка. А сейчас ее практически невозможно достать. Ну, простому человеку невозможно. А Дедушке Морозу можно. Ну, что ты смотришь? Понимаешь, твой папа писал мне об этом в своем письме. А-а-а. Вот. А раз так, то я сам не буду дарить эту марку ему. Будет лучше, если твоему папе ее подарит мама. Вот тогда у них появится шанс. А вдруг не сработает? Думаю, сработает. Возможно, это бестактно. Но я бы очень хотела, чтобы ты пришел к нам на Новый год. Ну, хотя бы ненадолго. Часиков девять. Договорились? Ну, хорошо. Я буду ждать. Хорошо. Договорились. Не помешаю? О, дядя Тим! Привет! Здорово, племяне. Пойдем, пойдем. Что это у вас тут происходит? Здравствуйте. Здравствуйте. Я пригласил Деда Мороза к нам на Новый год. По-моему, он согласился. Правда здорово? Отлично просто. Ты что, один здесь, что ли? Ну, ну… Дожили и с дома начал бегать. Давай, Шуруй, вон моя тройка стоит. Иди, я щас приду. Угу. Вы уж извините его. Это вы меня извините. За что? За все. Да ничего. Да ничего. Просто он очень хочет, чтобы вы к нам пришли. Угу. Ну, ладно. Спасибо, что посидели с ним. До свидания. До свидания. Вы знаете, я понятия не имею, сколько это стоит, но, может быть, здесь хватит? А? Если вы сможете, пожалуйста, приходите к нам сегодня, часов в девять. Ага. Я думаю, что он будет очень рад. Ага. Хорошо? Да. Спасибо. А, улица Тринадцать, улица Строителей, дом Тринадцать. Да. Спасибо. Да, да. Мы вас будем очень ждать. Да. Давай, давай. Тихо, тихо. Ты что ж, брат, делаешь-то? Ты же что, без меня не уехала вместе с деревом? Я тебе не брат, а племянник. 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 Тебя родители уже, наверное, с собаками ищут. А ты тут с Дедом Морозом обнимаешься. Это все такое. Спорим. Что спорим? Родители даже не заметили, что меня нет. Не заметили. А Дед Мороз — мой друг. Он мне помогает. Вот, смотри. Ну. Это ж марка ВДУПы. Да. Да. Что, да? Ты знаешь, что твой папа всю жизнь мечтал ее заполучить? Да. Дед Мороз так же сказал. Подожди, тебе ее Дед Мороз дал? Да. Еще говорил, что папа, когда был в моем возрасте, писал о ней в письме. Ну, давно-давно-давно. Вот ее одну? Да. Но, вообще-то, это наш с ним секрет. Я ему письмо написал. Ну, и так, рассказал тоже. Чего? И еще он сказал, что это может помирить моих родителей, если мама подарит эту марку папе на Новый год. А что он тебе еще говорил? Что у одного его друга, ну, тоже Деда Мороза, случилось то же самое. И он бросил жену и детей. А не надо было. Думаю, достаточно было одной марки. Не может быть. Не может быть. Так, брат Антипа, поехали-ка мы домой. А лошадей отвязать? А, да. Правильно. А, да. А, ты куда? А из того входа. А! Привет. Здорово. Отец объявился. Как объявился? Так. Что с ним? Где он? Я не знаю. Со мной его нет. Вот так. Копилось-копилось. И накопилось. Он вообще знает, что мама… Они ведь… Я не понимаю, как это могло произойти. А у нас двое маленьких сыновей. Только нам уже тогда было не до них. Я подолгу пропадал на работе, чтобы реже видеться с женой. От детей откупался игрушками. А помнишь, как они нам игрушки покупали? Иногда даже одинаковые. Да, откупались. Не могли между собой договориться. У меня, например, было два. Два одинаковых паровоза. И вот тут мне предложили эту работу на севере. Господи, как я загорелся. Представляешь, мне предложили проект целого города. Целого города. Понимаешь? Угу. А она отказалась ехать. Ну, прикрылась детьми, школой, климатом. Угу. Я-то понимал, что это повод, а не причина. И я уехал один. Прямо под самый Новый год. В Новый год? Он просто бросил нас. Ушел. Поначалу я писал, слал деньги, подарки, а в ответ тишина. Ну, решил, что они вычеркнули меня из своей жизни. Разобиделся. Его не было двадцать лет. На что он вообще рассчитывает? Я его в дом не пущу. Я его выставлю на улицу. Понял? О, это его дом. Ничего, ничего нельзя начать заново, пчелка моя. А ведь я любил свою жену. Любил. Но был слишком глуп, чтобы признать это. А теперь ее уже нет. Она умерла. Для детей я чужой. Вот такой я, Дед Мороз. Слушай, а хочешь сделать сыну лучший новогодний подарок всех времен и народов? Да. Если это не связано с отцом. Смотри, Антипка подружился с Дедом Морозом, который на рынке елки продает. И очень хочет пригласить его на Новый год. Ты можешь это уладить? Да-да-да, что-то Фима такое говорила. А делать это, что надо. Ну, пойди и пригласи его сам. Ну, да, конечно. Да. Что? Вот. Наступающим вас с Новым годом. Спасибо огромное, Иван Стар. Я к вам. Можно? Слушаю. Сын мой. Может быть, я, конечно, не по теме, но мой сын Антипо, вы его знаете, просто мечтает, чтобы вы пришли к нему на Новый год. Нет, я понимаю, что с таким предложением уже поздно, и у вас очень много заказов, но вы не волнуйтесь, мы вам все компенсируем, все неудобства. Вот, пожалуйста. Улица Строитель, дом 13. Девять часов. Пожалуйста, приходите. Здравствуйте. Простите, что так поздно, но я очень боялась не успеть. Вы не могли бы к нам прийти на Новый год? Мой сын очень к вам привязался, и я думаю, что ему будет приятно. Возьмите, пожалуйста. Улица Строителей, дом 13. В девять вечера. Спасибо. До свидания. Ого! Дедушка Мороз имеет успех? Это что, чаевые за елки? Скажи, кому не поверят. Ничего себе. Ой, спасибо. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Мам, а можно что-то на минуту? А? Мам, а можно что-то на минуту? Ну да. Что? Вот. Что это? Не спрашивай. Просто подари это папе, и все. Хорошо? Марка? А где ты ее взял? Ну, мам, ну… Ну, хорошо. Ну, хорошо. Новый год еще не наступил. На, поставь. Цыпленок, тебе понравилась лошадка? Да, нормально. Мам, слушай, пора. Так, наберись терпения. Сейчас он придет. Антипка, вот так умеешь, смотри. Дядь Тим, ну отстань. Так, раз такое происходит, давайте откроем подарки. Подожди подарки. Новый год еще не наступил. Ну… Ну, что ты такой грустный? Ну, хочешь, откроем подарки. Ну, давайте. Ура! Ура! Так. А вот это нам… Антипа, это тебе. Спасибо, пап. А что это у нас тут такое? Что это у нас тут такое? А вот действительно, что это у нас тут такое? Это надувная подушка безопасности. Самая нужная вещь в мире. Вы думаете, он придет? Ну, хотелось бы надеяться, конечно, но… Так, Андрюша. Угу. Ой, сейчас, секунду. Алло. Алло. Да. Я отменила… А типа, нравится тебе? Ага. А Шаре какой мама подарила? Сама сделала? Хорошо, я поняла. Какой красивый ты, Дед Мороз там. Ребята, у меня срочный вызов. Мне надо ехать опять по лыне. Угу. Понятно. Ну что, я постараюсь быстро. Угу. Ну… Так, а это тебе. Мне? Тебе. Поехала. Пока. Пока, мам. Ну что? Что? Я, наверное, тоже поеду покатаюсь. Для кучера сейчас самое время. Оп. Пока. Давай. Пока, дядя Тим. Пока, брат. Ну что, Антипка, пойдем поспим часочек-другой перед Новым годом. Пойдем. А может, все-таки откроешь конверт? Ну, конечно же открою. Только без любопытных. И вас так же. Спасибо. Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пойдем Мне надо найти Деда Мороза, иначе они никогда не помирятся Деда Мороза Украшают город новогодние огни Город спит давно, и мы на улице одни Снег кружится, снег улетает И летим мы вслед за ней Чистый день Да, милый, ну где же ты? Лёлечка, миленькая, прости, я не смогу сегодня приехать Новый год буду праздновать с семьёй Извиняюсь, сейчас не могу долго говорить Потом всё объясню при встрече В общем, с Новым годом, тебя с наступающим Хорошо провести сегодняшний вечер В Новом году мы с тобой обязательно увидимся Ну всё, целую, пока с Новым годом С Новым годом Милый Вместе мы с тобой по стащим улицам идём С Новым годом О, знакомая картинка, привет Привет, как у тапающей? Коллеги соскучились и глупо пошутили Фима, Фима Шо это с тобой? Слушай, не сочти за труд, курицу поставь, пожалуйста, в духовку А я поднимусь в цыплёнку, он спит, наверное, ещё Хорошо Хорошо Ой Дедушка Мороз Дедушка Мороз Что тебе, мальчик? Извините, я обознался Ну и где ребёнок? А где ребёнок? Его нигде нет Как это нет? Подожди Антипа! Антип! Господи, давай туда Антип! Антип, ты где? Антип! Не стоит этого делать, Лёля Почему? Да хотя бы потому, что Разрешите Что вы делаете? Спасибо Вы алкоголик Нет Да Просто я Просто я безнадёжно Просто я безнадёжно люблю вас, Лёля Возьмите. Да, алло. Да. Как пропал? Понял. Сейчас приеду. Что случилось? Вы знаете, Лёля, дело в том, что мой племянник Антипа, он пропал. И мне срочно надо ехать его искать. Подождите, Антипа, ваш племянник? Да. Ну, что же мы стоим? Побежали скорее! Ага. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ай... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Черт! Андрей! Это же... Он уже полгода здесь живет. Смотри. Мама. Их нет здесь. Ну, что вы стоите? Поехали. Поехали. А-а-а-а-а... О-о! А-а-а! Антип! А где родители? Антип! Антипа! Вон он. Антипа! Рыб! Осторожно! Антипа! Антипа! Антипа, стой! Антипа! Рыбой! Ну, молодец! Ой, ты мой красавец! Ну, молодец! Вот такая, молодец! Знаешь, если я тебя убежала, я тебя сносила. А я чуть не утону. Если бы он утонул, то все. Ребенок уйвет. Отскальзывает, смеется. Да подождите, послушаю. Вот я пошел искать деда Магралина. А попадались совсем другие. Одного нашел. Второго нашел тоже не тот. Ну, что ж делать? Я и подержал. Часы. Давайте, давайте. Вот так я помирил маму и папу. И самое хорошее, что теперь у меня есть мой дедушка. Это был самый лучший Новый год в моей жизни. С Новым годом! Новый год Новый год С Новым годом! Новый год Новый год Новый год Новый год крепкий Чаос Субтитры создавал DimaTorzok